Всем привет любители халявных игр, с вами Игорек и в этом видео я покажу вам топ-20 бесплатных игр Steam, которые вышли на этой площадке за последнее время. Так что досмотрев это видео до самого конца, вы наверняка добавите в свою библиотеку несколько новых бесплатных игр. Кроме того, по сложившейся традиции, хочу устроить среди вас небольшой розыгрыш на пополнение баланса Steam. Для участия лайк, подписка, комментарий. Победитель будет выбран случайным образом в моем телеграм-канале, когда это видео наберет полторы тысячи лайков. Так что желаю всем удачи и приятного просмотра. Хочешь купить интересующую тебя игру, а на балансе твоего аккаунта по нулям, не стоит переживать, ведь на помощь приходит сервис Донатов Нет, благодаря которому пополнить свой баланс можно быстро, выгодно и безопасно. Для этого потребуется просто ввести свой логин Steam и нужную сумму, а после оплаты, как видите, деньжата успешно доставлены на баланс моего аккаунта. Кроме того, Донатов Нет также предложат вам карты пополнения для популярных регионов и сервисов на любой вкус, в том числе и мобильных игр прямо по твоему ID. После недавнего обновления, комиссия на пополнение Steam у Донатов Нет достигла 14%, что является самым выгодным предложением на рынке. Поэтому проходи регистрацию по моей ссылке и получай 5% скидочный купон на первую покупку. Ну а для любителей халявы, также рекомендую посетить их группу ВК, где проводятся еженедельные розыгрыши, так что все нужные ссылочки найдете в описании. Ну а первая бесплатная игра из моей подборки это The Finals. Динамичный командный шутер, где вам предстоит сражаться с другими игроками в различных режимах, главной целью которых является заработать как можно больше денег. На выбор доступно несколько классов персонажей с уникальными способностями и гаджетами. Также в вашем распоряжении будет широкий выбор оружия. От катан и автоматов до гранатометов и снайперских винтовок. Ключевой особенностью данного проекта является окружение, ведь практически каждый объект и постройку можно разрушить. Что касаемо минусов The Finals, то как мне кажется, им является коммуникация, поскольку отряд из случайных игроков практически не способен составить конкуренцию команде, набранной из друзей. По сути, наверное, как и в большинстве подобных игр, так что скидывайте им это видео прямо сейчас и ставьте The Finals на загрузку. Далее у нас Knights Pass The Tournament. Средневековой RPG-экшен от третьего лица, в котором вам необходимо пройти путь от простого оруженосца до рыцаря-чемпиона. Все противники на турнире обладают уникальным боевым стилем и поведением. Кроме того, присутствует система прокачки и интерактивные диалоги. А само прохождение рассчитано на 2-3 часа. Поэтому, если вам нравится подобный геймплей и атмосфера рыцарских времен, рекомендую к прохождению. Bronze Beards Tavern – кооперативный симулятор про гномов, которые должны обслуживать самых разных клиентов и поддерживать таверну в рабочем состоянии. Каждый игровой день равен 5 минутам, и за это время вам предстоит правильно рассаживать клиентов, принимать их заказы, готовить вкуснейшие блюда и выполнять другие задачи общепита. Также можно создавать собственное меню и перестраивать помещение для более уютной атмосферы. Поскольку в одиночку следить за таверной крайне сложно, можете позвать с собой до 8 человек. Clicker Guardians – вышедший в раннем доступе трехмерный кликер с элементами RPG, где вам предстоит собрать команду героев и сражаться с фэнтезийными существами, кликая по ним. Также вы можете улучшать своих героев, покупать новые снаряжения и открывать новые навыки, чтобы стать еще сильнее. В будущем в проект добавят новый контент, включая подземелья, врагов и компаньонов. Shippie Short Adventure – короткий пиксельный платформер про ожившую плюшевую игрушку, которая отправляется в атмосферное приключение по забытому и разрушенному миру. Вам нужно будет бегать, прыгать, решать головоломки и избегать опасностей. Если вы хотите расслабиться и скоротать время, то эта игра то, что вам нужно. Далее у нас Frost Train – карточная стратегия про управление поездом, путешествующим по замерзшему постапокалиптическому миру. В роли проводника вам предстоит улучшать свой поезд и добавлять новые вагоны, чтобы добраться в безопасное место. Тем временем пассажиры поезда будут усердно выполнять различные задания, но если должным образом не заботятся об их счастье, они могут попросту сбросить вас с поезда. Spark and Kling – кооперативный платформер-головоломка про ожившую искру Спарка и антропоморфного геля Клинга. Они оказались в ловушке в домашней лаборатории безумного ученого, и теперь им предстоит работать вместе и использовать свои способности для того, чтобы сбежать. Игра довольно неплохая, но, к сожалению, сыграть получится лишь на одном экране. Cryptis – короткий бумер-шутер, главный герой которого пробуждается среди пустырного мира и отправляется в путешествие, преодолевая орды кровожадной нежити, чтобы узнать правду о себе. Доступно множество видов оружия, инструментов и способностей, которые позволят использовать различные подходы к сражениям. Как по мне, проект обладает довольно интересной атмосферой и не слишком сложным, но затягивающим геймплеем, так что можете сыграть. Далее у нас One Armed Robber – хаотичная игра от первого лица, про ограбления в стиле Пайдей. Основной упор сделан на кооператив, в котором игрокам предстоит совершать ограбления банков, магазинов и различных заведений, но есть нюанс – у каждого персонажа активна только одна рука, благодаря чему можно знатно повеселиться в компании друзей. Ограбления можно совершать в разных стилях, как стелси, так и стреляя во все, что движется. Кроме того, накопив игровую валюту, вы также сможете разблокировать дополнительные виды оружия, снаряжения и предметы для кастомизации. Если данный проект вам понравится, то можете сыграть в One Armed Cook от этих же разработчиков. Republic of Jungle – социальная детективная игра, в которой вам предстоит разобраться в политических интригах и саботаже в разгар кампании президента Пумы. В Republic of Jungle могут играть от 5 до 10 игроков, которым присваивается роль лоялистов или сливщиков. На протяжении 6 игровых дней будет формироваться совет, имеющий доступ к данным, которые компрометируют президента. Для одержания победы, сливщикам необходимо упасть в этот совет и слить данные местной прессе 3 раза. Лоялисты, в свою очередь, должны вычислить сливщиков и не допустить этих игроков в совет, путем голосования и всяческих убеждений. Огромным плюсом данного проекта является то, что игру достаточно скачать лишь одному игроку, а остальные смогут подключиться через мобильный телефон. Исходя из заявлений разработчиков, ориентировочно в начале марта игра станет платной, так что успейте добавить ее в свою библиотеку бесплатно. Ну а если вы не хотите пропускать подобные новости и раздачи различных игр, то обязательно подписывайтесь на мой канал, поскольку здесь я на регулярной основе выпускаю видео про новые бесплатные игры, актуальные акции и раздачи игр в стиме, эпигеймс, гог и других сайтах с халявой. Кроме того, своей подпиской вы приблизите мой канал к отметке в 100 тысяч подписчиков, так что с меня контент, а с вас подписка. Фолгор, вдохновленный комиксами битэмап с видом сверху, действие которого разворачивается на юге Италии в конце 60-х годов. Главным героем выступает мужчина по имени Джове, который хочет спасти свою невесту от мафии. Для этого ему придется пересечь город Олимпию, ликвидировать всех врагов и победить босса мафии в финальном сражении. Эвиэйтерс, короткая, но увлекательная приключенческая игра от первого лица, основанная на реальных событиях и польских летчиках второй мировой войны. Проект состоит из шести миссий, в рамках которых игроку предстоит ремонтировать самолет, отстреливать вражеские войска с пулемета и даже устраивать диверсии в самом центре вражеского пункта. Как для бесплатной игры, графика и музыкальное сопровождение просто потрясающе, так что рекомендую к прохождению. Следующая бесплатная игра это Duel of Fortune, динамичный файтинг с красочной 2.5D графикой и богатым выбором персонажей. Разработчики взяли за основу простую схему управления и приятный мультяшный сеттинг, в сумме с которой игра вышла не столь напряженной и веселой. В текущей версии есть 17 бойцов, несколько одиночных режимов, PvP-сражения, мини-игры, бои с боссами, а также кооперативное сражение на одном экране. Психопомп. Короткий психологический хоррор про исследование темных катакомб, наполненных жуткими существами и причудливыми персонажами, с которыми можно пообщаться. Чем глубже вы спускаетесь в темные туннели, тем более удивительные и устрашающие секреты ожидаются на вашем пути. Субъективно для меня игра выглядит странно, но исходя из большинства отзывов, психопомп обладает уникальной атмосферой и приятным музыкальным сопровождением, так что можете сыграть. Portal Revolution модификация для Portal 2, разработкой которой занимались фанаты культовой головоломки. События данного мода развернутся между первой и второй частью, ну а сыграть предстоит за очередного испытуемого, которого пробуждает модуль персональности Stirling для поиска мощного устройства и восстановления работоспособности комплекса. Вместе со своим необычным компаньоном вам предстоит пройти более 40 головоломок, большинство из которых основаны на знакомых, но обновленных и переработанных механиках. В зависимости от вашего уровня навыков, прохождение Portal Revolution займет от 5 до 7 часов. Далее у нас Team Rush, слэшер с элементами Souls, в котором каждый новый враг – это полноценный босс с уникальной боевой механикой. Диплей завязан на точных ударах, уклонениях и парировании атак противника. В перерывах между боями вы сможете исследовать город Хейс, находя различные записки и предметы, которые раскроют историю этого мира. Зиглокс – яркая многопользовательская игра от 4 до 8 человек, в которой нужно находить блоки и строить из них самую высокую и красивую башню. Но побеждает та команда, которая сделает это быстрее. Совсем недавно игру сделали полностью бесплатной, так что можете повеселиться с друзьями. Мануар Мэднес – 3D игра про призрака Густава, который хочет стать настоящим полтергейстом. Для этого ему нужно пугать людей, желающих купить дом. Внимательно наблюдая за каждым посетителем, вам нужно узнать их страхи и использовать их в своих целях. Где-то нужно будет бросаться предметами, щелкать выключателями или же сыграть жуткую мелодию на пианино. Просто, весело, а что самое главное – бесплатно. Гравития – короткая приключенческая игра, главному герою которой предстоит выбраться из загадочного мира. Для этого он должен использовать особый гравитационный пистолет, который позволит перемещать предметы или двигать стены на вашем пути. Origin of Decay – зомби выживают, основное действие которого разворачивается в сеттинге, где после взрыва атомной электростанции радиация просочилась и превратила большинство людей в зомби-мутантов. В роли одного из выживших вам предстоит эвакуироваться из опасного города и найти вакцину, предотвращающую мутацию. Если я правильно понял, открытого мира в игре нет, и весь геймплей завязан на зачистке коридорных локаций зомби и поиске различных вспомогательных припасов и оружия. Игра находится в раннем доступе с 18-го года, и до недавнего времени она была платной. Sonder – кооперативное приключение про двух персонажей – душу и робота. После того, как таинственный поезд сбивает их, они просыпаются в мире, созданном их собственными мыслями. Смогут ли они сотрудничать и вырваться из этой мрачной реальности? Именно это вам и предстоит узнать. Каждый персонаж обладает уникальными способностями, которые помогут в решении головоломок и нейтрализации самых опасных врагов. Needle Knight – платформер-головоломка, созданная группой студентов на Unreal Engine 5. По сюжету игры главный герой был бравым рыцарем, отправленным в путешествие, чтобы спасти людей от тирании ведьмы. Однако его заколдовали, превратив в мышонка, и бросили в темное подземелье. Несмотря на пагубную ситуацию, ему удается найти волшебную иголку, которая поможет ему преодолевать сложные препятствия, побеждать приспечников колдуньи и завершить свой благородный поход. Ну а на этом моменте видео подошло к концу. Надеюсь, после его просмотра вы пополнили свою библиотеку парой-тройкой бесплатных игр. Так что в знак благодарности можете подписаться на канал, прожать свой лайк и скинуть это видео своим друзьям. Также хотел бы выразить огромную благодарность уже действующим спонсорам и всем, кто решит поддержать канал после этого видео. Ну а если этой подборки бесплатных игр вам было недостаточно, тогда рекомендую к просмотру и другие видео из этой рубрики на моем канале. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!